Сергей Рыцей, Мишка. Солдаты одной несибирской дивизии. В те дни, когда дивизия отправлялась на фронт, земляки подарили маленького медвежона. Освоился Мишка солдатской теплышей. Важно, поехал на фронт. Приехал на фронт Доптыли. Оказался у медвежона редко смешлён. А главное подрождение характер имел геройский. Не боялся бомбёжностей. Не забывался в угли при актелерийских обстрелах. Лишь недовольно урчал, если развивались снаряды пусть очень близко. Побивал Мишка на юго-западном фронте. Затем в составе войск, которые громили фашистов под Сталинградом. Потом какое-то время находился с войсками в Теунии. Во фронтовом резете. Потом попал в составе 303-й спельковой дивизии на Воронежский фронт. Затем на Центральний опер на Воронежский фронт. Бил в армиях генералов Моногаров, Черногорского, вновь Моногаров. Подрос медвежонок за это время. В плечах раздался. Бас прорезался. Стало боярской шубой. В боях под Харковом медведь отличился. На переходах шагал он с обозом в хозяйственной куловле. Так было и в этот раз. Шли тяжелые, кровопролитные бои. Однажды хозяйственная колонна попала под сильный удар фашистов. Окружили фашисты колонну. Силен и равные, туго наши. Заняли бойцы обороны. Только слабо обороны. Да только вдруг слышат фашисты страшный какой-то рыб. Что будет такое? Гадают фашисты. Прислушались. Присмотрелись. Бел! Бел! Медведь! Закричал кто-то. Верно. Поднялся Мишка на задней лапе. Заричал. И пошел на фашистов. Не ожидали фашисты. Метнули в сторону. А наши этот момент ударили. Вырвались из окружения. Мишка шагал от героев. Его пик награды. Смеялись солдаты. Получил он наградность. Тарелку душистого меда. Ел и курчал. Пили в золотарелку. Да глянцем. Да блеском. Добавили меда. Снова добавили. Ешь. Найдайся, герой. Да птидем. Скоро Воронежский фронт был переименован в Первый украинский. Вместе с байсками фронта Мишка пошел на дьяву. Вирус Мишка совсем великан. Где же за време войны позица с такой громадой? Решили солдати. В Киеве идем в засаде и го поседи. На клетке напишем «Медведь, заслужени ветеран и учасник великой годы». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова